Краевые парламентарии освободили газовые компании со следующего года от уплаты налога на имущество. Эту меру ввели уже в 50 регионах страны в рамках догосификации. В КЗС подчеркнули, наш регион лидер по объемам финансирования. В ближайшие годы планируют освоить около 50 миллиардов рублей. Это пока некая такая оценочная категория с точки зрения выпадающих доходов. Но главное, что объем инвестиций, конечно, колоссальный в регион. Это само по себе уже говорит о том, что те потери, которые мы понесем, небольшие, они сполна окупятся до газификации наших сегодня населенных пунктов. В сфере благоустройства теперь появятся пункты, нарушения которых повлечет за собой административную ответственность. Воспрепятствование уборки снега, территорий или, соответственно, работе специализированного транспорта в сфере бытовых отходов. Мы знаем, часто случается, когда автомобиль припарковали и не может подъехать мусоровоз. Или же, соответственно, несколько месяцев стоит автомобиль во дворе. Лечение шести орфанных заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия, болезни монопика, наследственный ангеневротический отек передали на федеральный бюджет. Освободившиеся средства планируют направить на других льготников, так как лечение редких заболеваний крайне дорогое. Около полумиллиарда рублей, но если не будет данного решения, то эта сумма будет возрастать в геометрической прогрессии. Ну, не геометрической, а где-то на сайте. То есть лечение таких пациентов от миллиона до ста миллионов рублей. Их у нас около трехсот взрослых. Врачам, учителям и промышленникам целевикам уменьшают срок отработки. Минимальность сегодня он три года могут сократить. Об этом просят сегодня работодатели, отстаивая и свои интересы, и молодежи. Стало понятно, что она не готова работать так долго. Чисто психологически смущает современного молодого человека вот этот самый срок. И работодатели сами говорят, мы готовы заключать договоры о трудоустройстве по окончанию целевого обучения на меньший срок. Главное, чтобы этот человек, этот бывший студент пришел к нам на работу, а мы уже найдем какие-то рычаги, механизмы для того, чтобы сохранить его у себя. Проект бюджета региона прошел нулевое чтение на сессии. По словам председателя КЗС Александра Романенко, в будущем году главный финансовый документ края будет также ориентирован на рост доходов и мер соцподдержки. Первое рассмотрение бюджета запланировано на октябрь. Валентина Аскерова, Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Валентина Аскерова, Анастасия Дороган. Субтитры сделал DimaTorzok